Завершение служения. Я хочу предложить вам прочитать слово больше. Это Иоанн Леатлуки, 22 глава. Эта глава описывает, когда Христос находился на вечере с учениками, когда Он давал им последние наставления, когда они еще о чем-то спорили. И в этой главе здесь Христос говорит о исполнении одного из порочиц о Нем и к чему это приводило. Иоанн Леатлуки, 22 глава, прочитаем 37 стих. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и это написанное, и к злодеям причтен, ибо то, что о Мне приходит к концу». Это одно из порочиц, когда Христос, что в будущем он будет распят и будет исполнять это порочище, что среди злодеев был распят. И таким образом исполнилось то, что Христос причтен к злодеям. Но здесь Христос акцентирует внимание, что все, что о Нем написано, приходит к концу. Приходит к исполнению все то, все завершается то, что было проще о Его земной жизни. Какой-то конец. И в Слове Божьем мы много раз читаем, Христос напоминает о том, что будет определенный момент, который называется концом. И здесь вот приближается земная жизнь Христа к концу. И в этой главе можем найти несколько таких примеров из Его жизни, как Он поступал, что же Он делал в конце своей жизни земной. Чем Он занимался и что мы можем взять для себя. Что мы часто в Писании читаем между собой, говорим, что мы должны подражать Христу, подражать Богу, как дети. Что же Он делал в это последнее время своей жизни. И Ивангелие от Луки в этой же 22 главе, только 34 стих, написаны такие слова. Но Он сказал, говорю тебе, обращается к Петру, говорю тебе, Петр, мне пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Христос о чем-то предупреждает Петра, и читая, читая Евангелие, мы видим, что Петр говорит, что я готов за тобой, Христос, и на смерть, я ко всему готов. Но Христос, даже зная о том, что Ему предстоит, Он предупреждает Петра о том, что будет в твоей жизни очень тяжелое время. Будет то, о чем ты даже сам не подозреваешь, что с тобой произойдет. И, проводя параллель с нашим временем, мы читаем, потому что мы живем в последнее время, и Христос, говоря о последнем времени, Ивангелие от Матфея 24 главе 6 стихом говорит, Матфея 24 глава 6 стих, «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Он говорит, что все то, что вы услышите, что для вас будет очень страшно, ужасно, вас ужасать будет, говорит, не ужасайтесь, это должно произойти. Он предупреждает о том, что будет в последнее время и что нам нужно делать, говорит, не ужасайтесь, это должно происходить. Продолжая такой параллель о том, что в последние дни своей жизни Христос наставлял этими словами учеников о том, что к концу приходит его земное служение, его жизнь, то Христос говорил также о том, что нужно проповедовать Евангелие. Та же Евангелие от Матфея 24 глава 14 стих, он обращается к ученикам и говорит, «И проповедана будет всей Евангелие, царствие по всей вселенной, восселиться всем народом, и тогда придет конец». Христос своих учеников предупреждает, что Он будет распят среди злодеев, что Он умрет. Он рассказывает о том, что Он потом воскреснет, ожидает встречи с Ним. Он говорит о том, что Он проливает кровь для спасения многих. Это Евангелие, то Евангелие, которое Христос сказал, что идите и проповедуйте. Он говорит, что проповедана будет во всех народах, и тогда придет конец. И что Христос говорит, что нам нужно в последнее время не ужасаться тому, что происходит вокруг. Он предупреждает об этом, что должно это все исполниться. Второе, Он говорит, чтобы мы проповедовали, как Он тогда ученикам проповедовал от Царции, так же и нам нужно делать в последнее время. Дальше, тогда, когда Христос, Он вышел с учениками в Евсиманский сад, то в 41 стихе, Иоангелие от Луки 22, глава 41 стих, написано так. Чем же Христос был занят в это время? И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился. Он молился. Не зря на то, что Он знал, что с Ним произойдет, Он в эти последние, говорит, что к концу приходит его время, но Он молится. Он обращается к Отцу. И Петр, возможно, вспоминая о тех событиях, которые были, потому что Он находился тогда, Христос-то взял Его, еще и Анна, и Якова. Последняя, может быть, даже, наверное, была молитва Христа. И там, где в Евсиманском саду, и Он говорит, что Петр пишет в своем послании, впрочем, близок всему конец, и так, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Это 1 Петра, 4-й, 7-й стих. В последнее время, близок всему конец, но что нам нужно делать? Говорит, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будьте здравы. Будьте здравы в том, о чем вы просите Отца. Будьте именно благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Потому что Петр не зря написал это слово, бодрствуйте, потому что Христос, когда нашел спящими, когда Он просил, молитесь вместе со мной, что сказал Христос? Не могли бодрствовать? Не могли со мной пободрствовать? И Петр понял, что это очень важный момент, бодрствовать в молитвах. Итак, видим, что в это последнее время нам нужно не ужасаться тому, что происходит, нам нужно проповедовать Евангелие, нам нужно молиться. Даже мы читаем о том, что Христос, когда молился к Отцу, то Он говорил о том, что есть Его воля, как человека Христа, чтобы миновал эта чаша, Он говорит, что есть и воля Отца. Это 42 стих, говоря, «О, если бы Ты благоволил, пронес чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя, да будет». Христос в это трудное время, приближаясь к конец Его земной жизни, Он был готов исполнить волю Отца, исполнить то, что о Нем было написано. И один из Псалмата, 118, там написаны такие слова, автор пишет 112 стихом, «Я преклонил сердце мое к исполнению устава Твоих навек до конца». «Я преклонил сердце свое, чтобы до конца исполнять уставы Твои». «Я преклонил к этому сердце». Пусть и наше желание будет, желание нашего сердца преклонить к тому, чтобы исполнение уставов Божьих до конца. И то, что происходит еще в жизни Христа, Он не только предупреждает учеников о том, что с ним произойдет, чтобы и Петр не переживал, а также нам, чтобы мы не ужасались, чтобы мы проповедовали то Евангелие, которое Он проповедовал, чтобы мы также в это последнее время молились, исполняли Слово Божие. Но есть еще то, что Христос сделал. Это читаем Иоанн от Луки, 22 глава, 51 стих. «Тогда Иисус сказал, довольна, и, коснувшись уха Его, исцелил Его». Я неслучайно читаю не весь текст, потому что почти вся глава выборочно здесь приходит уже арестовать Христа, уже совсем близок к конецу земной жизни. А что Он делает? Петр, Он в горячах, мечом схватил меч, отрубил ухо, но Христос, Он служит. Он исцелил Его, Он послужил даже тем, которые пришли Его арестовать. И в послании к евреям, в 6 главе, 10-11 стих, здесь также пишет автор, что нам нужно делать в это последнее время. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Христос готов был послужить до конца своей земной жизни. И Он призывает нас в Писании, чтобы мы могли послужить так же, чтобы мы сохранили ревность такую же до конца. В том виде, что в это последнее время, которое земной жизни было Христа, Он показал много примеров того, что Он молился, Он готов был исполнять волю Божию, Он служил другим, Он предупреждал Петра о том, что с ним будет. И то же самое, говорит, чем нам нужно заниматься в это последнее время. Брать пример с Него, чтобы мы так же могли поступать, как Христов. Чтобы мы не ужасались тому, что происходит вокруг нас, чтобы мы проповедовали Евангелие, чтобы молились, исполняли Слово Божье, готовы были послужить. И тогда, как вот сегодня уже слышали, это Евреям 3 глава 14 стих написано, «Ибо мы сделались причастны к Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Пусть Господь поможет нам ту начатую жизнь со Христом, поскольку мы есть соучастники Христу, чтобы мы сохранили это до конца. До пришествия Его, до нашей радости встречи с Ним будет безмерна. Аминь. Помолимся.